Три города отдели себе в стране твоей, которую Бог Всесильный твой дает тебе во владение. Проложи себе дорогу и раздели на трое пространство страны твоей, которую дал тебе в надел Бог Всесильный твой. И туда убегать будет всякий убийца. Но убийца не по умышлению. Дальше это будет сказано, да. То есть его как бы творец подставил. Подстав. То есть такая подстава была такая. Да. И поэтому он должен убегать. Это не он спроектировал это убийство. Намеренно. Спланировал и исполнил. А это вот так ему подвернулось нечаянно, как бы под руку, исходя из управления свыше. Естественно, что всем управляет творец, но мы тут должны четко разделить. Это произошло без включения в это самого человека. Так? Такому человеку, который неумышленно убил, он должен просто убегать. Вот эти три города для него и построили. Да. То есть тут существует определенное управление творцом, который желает его отделить от других. Таким образом он через него проводит свою линию. Вот. И человек должен жить в этом городе и не имеет права из него выходить. Если он выходит из города, его могут убить. Вот давайте дальше почитаем, об этом здесь будет говориться, и вы немножко нам скорректируете это. И вот условия для убийцы, который может убегать туда и оставаться в живых. Тот, кто убьет ближнего своего без умысла, и он не враг ему ни со вчерашнего, ни с третьего дня. Это тоже вот эти добавления. Да. То есть совершенно как бы без всякого умысла, без всякой связи. Ближнего своего, говорится. Ну, ближнего своего, то есть с которым он имел связь. Любую. Вот. То есть не пытайся найти здесь... То есть можно это выявить, проанализировать, но если нет никакой связи между самим убийством и их отношениями, то тогда это считается совершенно ненамеренное убийство. И человека не заключают ни под какие наказания. Его наказание является тем, что он должен жить в этом отдельно изолированном месте.